импульс севера продолжает обзор событий в студии павел прожогин здравствуйте сегодня утром автомобили силовиков и всех экстренных служб съехались к администрации города но бояться нечего просто новый уренгой принимают участие во всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне выставка техники спецслужб ее наглядная часть также на предприятиях будут отработаны свои сценарии по организации гражданской обороны на территории города перекрытие каналов поставки запрещенных веществ на ямал и профилактическая работа с осужденными за наркопреступления эти вопросы обсудили участники профильной региональной комиссии под председательством губернатора по информации начальника окружного управления по контролю за оборотом наркотиков с начала этого года изъято из незаконного оборота более 8 килограммов различного зелья борьбе с наркомании также способствует развитие на ямале системы видео аналитики система видеонаблюдения которую мы активно разворачиваем тысячи камер мы в этом году в сумме устанавливаем конечно вот те алгоритмы которые вы как оперативно считаете вам нужны можно я думаю тут уже будет даже экспериментировать в каком-то плане предлагайте предложения там серии сиропович давайте нам по ну по разным направлениям да мы будем за этим нашим разработчикам вкладывать сценарии поведения да там закладчики ночью поехали куда-то стали вдоль дороги там внимание да там еще что то но я думаю тут вам виднее когда мы работали по лоботнанге и ддс посвящая посещали ну вот когда спросил коллег по раскрытию преступления основное что пришло основное что вспомнилось от кроме мелких краж понятно это закладчики конечно культурной столицей россии в 2024 году станет нижний новгород город победил и по итогам народного голосования и по мнению конкурсного жюри моя виртуальная коллега клава мышкина расскажет подробности в своем дайджесте нижний новгород один из древнейших городов россии станет в будущем году культурной столицей эксперты оценивали заявки по многим критериям историческое наследие уровень развития театров и музеев городская среда инновации туризм и другие в 2024 в нижнем новгороде уже запланировано больше 150 событий это новые проекты и традиционные ставшие брендом в их числе фестиваль столица закатов и международные фестивали стрелка и интервалс ямал возглавил рейтинг регионов лидеров по доступности ипотеки по результатам исследования рия новости 65 процентов семей в нашем округе могут купить двухкомнатную квартиру первые тройки также магаданская область и чукотский автономный округ в аутсайдерах жилищного рейтинга дагестан карачаево черкесия и севастополь черный хлеб в россии может перейти из категории повседневных продуктов в элитное а все из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна ситуация идет к тому что же нового хлеба не будет в достаточных количествах и он будет стоить дороже за счет стоимости сырья ценовая ситуация на отечественном рынке же сейчас такова что на следующий год есть все шансы остаться без этого зерна число россиян которые пострадали в этом году от аферистов или столкнулись с попыткой мошенничества 91 процент чаще других жертвами становятся пенсионеры женщины и почему-то люди с высшим образованием в топе эффективных преступных схем звонки от представителей банков и правоохранительных органов сообщения и письма с финансовыми угрозами предложение получить выплату или компенсацию и вымогательства под предлогом получения выигрыша в лотерею федеральные события попадают в нашу криминальную сводку не часто хватает и своих но такой случай пропустить было невозможно сотрудники банка отговорили клиента внимание от перевода мошенникам 160 миллионов рублей это случилось на днях в москве мужчина обратился в банк чтобы снять со счета наличные и тут менеджеры заподозрили неладное скоро выяснилось без пяти минут жертва действует под влиянием преступников больше о происшествиях и преступлениях в нашей рубрике криминал здравствуйте действительно по данным полиции чтобы кинуть свою жертву на деньги телефонные мошенники используют самые разные сценарии но в топе по-прежнему схема перевода средств на такой якобы безопасный счет из-за какой-то выдуманной угрозы одним жертвам говорят что на них оформлен кредит другим о смене финансового счета третьим о краже денег с их банковских карт самое печальное очень часто люди попадаются на уловку и расстаются не только со своими сбережениями но еще и берут кредиты суд дал виновнику гибели трех человек три с половиной года колонии поселения так представитель субподрядной организации ответил за смерть рабочих на пожаре чп случилось в конце декабря 2021 года на вокзале в кратчаево здание на тот момент было закрыто на реконструкцию компания в которой работали погибшие и осужденные выполняли работы по монтажу и наладки электрооборудования вопреки требованиям безопасности электрики жили там же где и работали на объекте и однажды ночью в подсобке случилось замыкание электропроводки а потом помещение вспыхнуло тела трех рабочих одному из которых было всего 17 нашли во время тушения как показала экспертиза они погибли от отравления угарным газом бывшая гостиница уренгой на сибирской снова горела чп произошло ночью 29 сентября сообщение о возгорании поступила в мчс в половине третьего утра в пяти часам утра огонь был потушен для этого были задействованы 19 спасателей и семь единиц спецтехники причиной размер ущерба устанавливаются напомню что в январе 21 года в этом здании был еще один пожар снова про деньги чиновник набрал взяток почти на 50 миллионов рублей речь про бывшего руководителя дирекции дорожного хозяйства и нау которого ждет суд за коррупционные преступления расследованием схем получения и отмывания денег занимается следком следствием установлено что обвиняемый занимая должность директора дирекции дорожного хозяйства и нау в период 2014-2015 годов получил от представителей коммерческих структур три взятки в особо крупных размеров на общую сумму более 47 миллионов рублей кроме того период с 2015 по 2017 год обвиняемый располагая денежными средствами в сумме 8 с половиной миллионов рублей полученными им качестве взяток совершил финансовые операции сделки путем перечисления указанной суммы застройщику в качестве инвестиций при строительстве бизнес-центра в тюмени таким образом сокрыв криминальное происхождение денежных средств и легализовав их жена перерезала мужу горло кровавая драма разыгралась лабетнанге тело убитого полицейские нашли ночью 28 сентября в квартире где жила семья тогда же было установлено что руковой удар ножом 55-летнего мужчины нанесла супруга теперь в обстоятельствах которые привели к трагическому исходу разбирается следком а в приуральском районе мужчина решил разобраться с собутыльником с помощью топора несколько дней назад в оксарке компания распивала спиртное вечер перестал быть томным когда двое собутыльников по скандалили хозяин у которого в доме и была пьянка взял кухонный топорик и начал бить им своего гостя по голове он успел нанести три удара пока его не скрутил еще один участник застолья теперь негостеприимому ямальцу светит срок за покушение на убийство в новом рингоне тойота превратилась в груду металла эпичное дтп произошло вечером 29 сентября на таежной 20-летний водитель не справился с управлением и машина вылетела на встречку где врезалась грузовик виновник аварии отделался разовой медпомощью 30 сентября в нашем городе случилась авария с пострадавшим ночью на перекрестке улиц мира и приполярной водитель киа не пропустил мотоциклиста тот ехал прямо по главной в больницу попал водитель двухколесного транспорта ну а этот месяц принес сводки смертельную аварию 1 октября на трассе сургут сельхард водитель автомобиля газ бизнес врезался в прикол припаркованный экскаватор пассажир газа погиб на месте до приезда медиков водитель получил травму всего же с начала года на ямале зарегистрировано 3623 аварии 25 человек скончались 205 были ранены у меня на этом все информацию о преступлениях и происшествиях ищите в социальных сетях импульса севера следите за собой и будьте осторожны и продолжим тему достопримечательных у нас она тоже появится причем уникальная практически ямальский парк галицкого с известной на всю россию зоной отдыха сравнив благоустройство озеро молодежное главный архитектор города ясно одно нас ждет нечто удивительное на объекте побывал глава нового уренгоя с командой проверили как справляется подрядчик и что уже сделано отмечу тут строительство разделили на три этапа самый сложный и трудоемкий конечно первый глава федорова продолжит тему рельеф откосы подборные стенки укладка плитки а еще установка древесно-полимерного композита в общем все самые сложные благоустроительные работы позади первый этап преображения набережной в новом уренгое выполнена 75 процентов очередной раз проверить ход работ на объект приехал глава города с командой так на вид хрупкий конечно нет смола фоксидное не стекло в следующем году мы наверное уже подойдем к окончанию работ по озеру поскольку второй третий этап они менее затратные третий этап это у нас противоположная сторона озера она фактически остается от зеленки основное что там будет это дорожки во втором этапе устройство общественного объекта здесь у нас будет круглый ресторан как раз таки с видом на основную часть озера у строителей осталось мало времени чтобы закончить с благоустройством до заморозков зимой не смогут продолжать монолитные работы для второй очереди проекта не парк галицкого свой такой свою набережную мы увидим я сейчас отсылку сделал к объекту очень красивым интересным который на всю россию известен вот но у нас будет тоже очень красиво будет такой арт-объект большой это лента мебиуса с круглыми скамейками также будет с навесами подиумы с площадкой со сцены линия зош проходит по всему объекту помимо велодорожки рядом будет отдельное место для бегунов и самая широкая тропинга для пеших прогулок не только архитектурные решения но и само озеро точно будет собирать желающих на него полюбоваться тем более что его очистки уделяют особое внимание основные работы по очистке они в активной фазе насколько у нас на процентов на 60 завершены после чего будет формирование откосов красивая ну и соответственно будем думать уже мероприятия по скажем так подпитки этого озера они есть у нас соответственно чтобы может быть вода даже здесь была больше чем уровне реки но это будет сложно сделать но все возможно на объекте трудится известный в округе подрядчик компания тюминтел объекты в ноябрьский муравлинка красносельку пиа еще наш детский сад в микрорайоне строителей их рук дело мы перфекционисты если бы все таки это все более быстро происходило но вы знаете это как бы не рядовой объект и достаточно кропотливая работа проект уникальный и сложный реализовывают его в три очереди открывать каждый кусочек набережной будут поэтапно один из них планируют сделать доступным для прогулок уже в конце следующего лета милана федорова павел михайловский информационное агентство импульс севера благоустройство это хорошо а нарушать его правила плохо к сожалению не все новоуренгойские водители это понимают теоретически они знают что парковаться в зоне зеленых насаждений нельзя это запрещает региональный закон однако соблюдают его далеко не все именно поэтому на газонах нашего города припаркованы десятки а то и сотни автомобилей чтобы повлиять на нарушителей в рейды отправляются специалисты муниципальной инспекции вместе с ними выехала и наша съемочная группа вот эта машина а еще это и это да и десятки других во дворе на оптимистов невольно стали нарушителями закона припаркованы они на газоне в местах где могла расти трава без проплешин оставленных колесами авто но автомобиль в общем и не виноват а вот его владелец несет полную ответственность закон енау парковаться в зоне зеленых насаждений запрещает за это предусмотрена ответственность по статье 3 5 закона ямал-неевского фоноокруга и предусмотрен штраф до 3000 рублей при повторном совершении до 5000 рублей закон штрафы а еще здравый смысл однако к сожалению такой внутренний барьер срабатывает далеко не у всех специалисты муниципальной инспекции вынуждены периодически устраивать рейды по дворам чтобы зафиксировать нарушение микрорайон оптимистов 32 вот как мы видим нарушителя который припарковал свои транспортные средства на территории занятых зелеными насаждениями автомобиль будет зафиксирован обзорной фотосъемкой направлены запросы в гибдд и собственник владелец будет вызван для составления протокола очевидно что некоторые паркуются так чтобы авто был поближе к окнам оттуда протягивая и провода для подогрева двигателя зимой это кстати тоже является нарушением если такой котел устанавливается самостоятельно а не на ста а вот здесь по адресу ленинградский 10 водители некоторых авто паркуют свои машины задними колесами на газоне по идее они преследуют благую цель чтобы сделать проезд пошире однако законом это тоже запрещено считается нарушением даже такое на первый взгляд незначительное продавливание газон точно испортит наш город находится в зоне подзолистых почв это песок трава и кусты растут в нем долго и плохо более того сейчас в новом уренгое реализуется программа масштабного озеленения и на газонах появляются цветы и кустарники призываю всех автовладельцев и нарушать правила не парковать транспортные средства на территориях занятых зелеными насаждениями очень много работ выполнена в городе по благоустройству и озеленению поэтому призываю всех не нарушайте в этом году было проведено 19 совместных мероприятий сотрудниками гибдд также регулярно направляются запросы по установлению собственников и владельцев транспортных средств которые понесут административную ответственность юлия шаркова павел михайловский информационное агентство импульс севера старожилы помнят времена когда можно было парковаться практически где угодно и не потому что правила благоустройства и дорожного движения были другими просто город был одной большой стройплощадкой предлагаю окунуться в историю становления нового уренгоя и вспомнить что происходило в газовой столице много лет назад любят здесь бывать малыши хотя любят сказанное про поликлинику наверное покажется слишком но это действительно так если бы еще не уколы новая городская детская поликлиника ее все называют новой хотя существует она с марта этого года обслуживает более 15 тысяч пациентов в возрасте как определяют его сами медики от 0 до 14 приводят сюда малышей живущих в городе привозят пациентов из трассы с восьми утра и до восьми вечера открыты двери более ста сотрудников из них 24 врача работают здесь для удобства населения введена талонная система этот день стал знаменательной датой для многих советских людей 3 октября 1968 года совершил свой первый полет ту-154 это самый массовый пассажирский самолет в истории отечественной авиации этих трех двигательных среднемагистралов было собрано 1026 штук за годы производства самолет неоднократно модернизировали последний борт этой модели покинул сборочный ангар в самаре в 2013 году самолет вмещает до 180 пассажиров и больше чем за полвека эксплуатации это реактивная и достаточно шумная птица перевезла миллионы людей многие системы которые в гражданской авиации давно уже воспринимаются как обязательные инженеры кб туполева туполева впервые реализовали именно на этом самолете кроме того это один из самых быстрых и высотных серийных пассажирских лайнеров он возил пассажиров со скоростью под 950 километров в час и на высоте порядка 12 тысяч метров хотя почему возил эти самолеты и сейчас используются но уже не так массово к примеру выполняют рейсы в составе специального летного отряда отряда россия вернемся в наши дни в городе активно идет дорожное строительство и благоустройство отдаленные районы тоже преображаются этим летом в лимбияхе построены новые дороги современные тротуары идут работы на аллее мечты напомню за создание этой территории спорта и отдыха проголосовали жители района ее благоустраивают в рамках нацпроекта жилье и городская среда тут уже построена лыжероллерная трасса протяженностью чуть больше километра созданы площадки с тренажерами также есть игровая зона для северян всех возрастов в общем коллективная мечта жителей лимбияхи планомерно сбывается к этому часу у меня все смотрите импульс севера будете в курсе событий до встречи в эфире а 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